пишет вячеслав не меньше одного раза недели вижу вас по телевизору только пока по украинскому наверное нам надо порадоваться этого фабора хорошо вот где-то меня по телевизору показывает почему молчите о протоне а каком протоне час протоном случилось мы не знаем сообщает что вроде бы упал протон мы пока не находили такую информацию да ну вот мы не видим ну если даже упал то и в этом ничего нового особенно нет то есть опять будем про роскосмос говорить о том что делают где-то собирают из запчастей которые собирают в самаре по гаражам помните там упал когда ракета упала запчасти которые собирали в гаражах причем из запчастей которые еще 90-е украли там они в гаражах все лежали потом нас там собирали какую денежку за это получали вот они оказались самыми виноватыми в том что ракета упал хохочется тут нам тролль написал вы месяц назад ржали над увлекаю вам который говорил что доллар май будет стоить меньше 63 сейчас уже 62 вот я вам напоминаю я зашел на сайт центрального банка доллар сша сейчас стоит 64 рубля 88 капилля спрашивают как вы относитесь к эннеди и к его убийству убийству как к историческому факту я не хочу сказать что я отношусь к этому как-то вот так резко дня я как убийству человека отношусь резко негативно но представьте себе если бы с точки зрения истории если бы не было убийство кеннеди в двадцатом веке клякса клякса такая в книге истории да то есть как я отношусь я очень уважительно отношусь как кеннеди как участнику второй мировой войны как командиру торпедного катера который был очень смелым человеком как умному человеку который смог вопреки вообще мнению большинства стать президентом причем он был очень болен это связано было и с войной с его травмами ну и с врожденными заболеваниями и так далее то есть он был сыном богатых родителей мог бы не пойти воевать никуда мог бы играть на виланчелях да но он не стал играть на виланчелях он пошел воевал у него была красивая жена надо сказать то в общем интересная жизнь была человек который нацелил америку на полет на луну и уже после его смерти состоялся полет на луну человек который сделал кучу ошибок и с кубой и с вьетнамом и совсем но ошибки эти как-то к нему не прилипли и никогда он не воспринимался как какой-то особый злодей да то есть линдон джонсон который был вице-президентом который стал после кеннеди президентом он как-то вот отметился с вьетнамом хотя надо сказать что он получил наследство хочу еще какие мальцев как будто специально затягивает и оттягивает революцию у нас на улице стоят люди с вилами да ну ты чё они в дверь стучат да с пакелами это очень хорошо а мальцев такая сволочь оттягивает революции не выходит к народу на елке дедушку мороза дедушка мороз на то я должен выйти как дедушка мороз и сказать елочка зажгись до революция свершись вячеслав как быть малому бизнесу с налогами и сборами в пенсионный фонд как не платить ну надо найти способ чтобы не платить я думаю что нужно как-то ну схем схем то несколько я так понимаю есть все зависит от того конкретно чем человек занимается у нее и пешка там или какой-то молотом так далее здесь нужно мне кажется пригласить специалист который может быть нам напишет сюда или куда-то до ссылочки конкретно по организациям как избегать налогов если вас спросят вам кто-то скажет что налоги не платить это плохо вот скажите мальцев сказал что налоги не платить это хорошо потому что вы не платите на виланчели вы не платите на войну с украиной там сирии с кем угодно вы не платите в общем-то на всю вот эту херню которая там происходит то есть лучше на это не платить чем платить по двум причинам но первая причина конечно что они этот рок-н-ролл не устраивали чтобы не покупали пулеметы и огнеметы которым будут стрелять по нам всякие лувры там которые будут водой нас отливать так далее то есть любой рубль это их усиление это вот понятно что рубль это патрон то ли он будет в нашей обойны то ли вы их обойны поэтому чем больше вы не заплатите им тем больше останется у нас у всех одни платить ни в коем случае вячеслав вместо революции 5 11 17 может возникнуть раскол социальных масса гражданская война что тогда ведь это будет еще одним спасением для волы массу гражданская война спасением для волы помилу бог конечно нет салют вы думаете что гражданской войне вова будет стороной что одной стороной нет конечно поверьте если будет гражданская война то ни слова это однозначно но всегда нужно понимать что в общем то в любой войне в гражданской в том числе есть две стороны да если у нас будет страна которая за революцию то кто будет собственно в разу и против революции то есть вы думаете кто-то действительно вот эти федоровы пойдут что ли воевать за путина или стариков возьмет автоматы пойдет воевать за путина сколько их наберется тридцать ряженые алкаши по а вот эти вот которые навального 7 молоком обливали ничего с автоматом пойдут все которые реально бегают с автоматами вот в там в днр в лнр я думаю что они близко не пойдут защищать волк никогда в жизни так вот как стрелков ну гиркин да и навряд ли он пойдет волк защищать я думаю что близко мы его там не увидеть наоборот в противоположных окопах я думаю мы его будем наблюдать вячеслав и но существует ответь устал писать а вы говорили ну и ловать неопознанные летающие объекты я сам жизни неоднократно видел неопознанные летающие объекты весь саратов видел эти объекты даже в газетах писали что вот это было в двенадцатом году в марте я помню было вышла газета 6 марта в которой было написано что вот сегодня можно прийти на набережную ведь нлво все которые пошли туда на набережную они действительно видели ну а я видел до этого уже каждый вечер поэтому я туда не пошел я говорю я поспорил с товарищами что унесу у них сейфа они пустой прав они главе что никак я у них его не унесу и я знал что они пойдут торговать одним местом тому и смотреть на это на его и в это время унес у них сейф укатил так что инопланетяне мне помогли выиграть спор нлво это без и ну один из вариантов один из вариантов без цели не без я тут не знаю как я говорю я ни во что не верю но ничего не отрицают ничего не исключаю я ни во что не верю но ничего не не исключаю а вот у людей конечно юмор я сказал что я брился в 15 лет насчет учительница человек написал что он брел учительницу 15 очень хорошо до похвальное чувство юмор очень нравится а с подготовка это развлекательное шоу а вот то что вы видите вам показывают на первом канале вова там с таким лицом или там шой будет не развлекательное шоу мне кажется гораздо более развлекательное шоу не имеющие к объективной реальности вообще никакого отношения то есть это даже какой-то зазеркалье когда после 5 11 17 появится канал на котором будут говорить что бабушка умерла в саратове и в этом виноват мальцев что будете делать с такими ради бога чем чем больше они будут об этом говорить тем лучше то есть это предпоследняя стадия первое не обращает внимание 2 смеются 3 борется то есть это будет борьба конечно они будут рассказывать что мы едим живых младенцев там ну в общем вся всякие всякие такие изыски свои киселевские такие но мы должны дождаться когда это будет и это как только это случится это значит все мы на пороге победы осталось совсем чуть-чуть считаю чай пишет в чате считаю участников бессмертного полка мерзавства мир согласны нет конечно конечно не значит зачем-то всех под одну гребенку есть масса людей которые абсолютно искренне абсолютно искренне какого отношения к мерзавцам они не имеют есть мерзавцы которые с этого что-то получает финансовом отношении очень неплохие дивиденды такие патриоты по цариоты так назовем есть и которые хотят что-то там политических делах продвинуть там масса как как и в любом обществе там мотивации очень много но основная масса это реальные люди конечно даже те студенты которым говорят на тебе вот там плакат то его так сказать дедушки якобы напечатанный там на на фабрике ты иди он идет и он думает что он делает хорошее дело абсолютно в этом уверен иначе мы не пошел как я помню в прошлом году у нас встретил вчера только брат вспоминал к это представь это просто году наш бит вот здесь в этот же день встретил какой-то мужчина и ведь вот я вас слушаю а ведь вы не правы я гора в чем я не прав а вы сказали что все несут плаката там бессмертным полков 1 деда я имел ввиду что они одинаково сделаны один а я сказал ни одного деда а одинаковые плакаты одинаковые а он имел ввиду что там на всех один и тот же портрет там разные портреты ягод понятно что разные но сделан это они типографским путем в одном месте и там и так далее и пытался ему объяснить он так и не понял он так ушел уверенный что я сказал что там у всех один и тот же дедушка причем мне понравился в этот раз дедушка был вот этот который изготовлен типографским путем у него хороший с ним все фотографировались и в нем была хорошая фамилия не очень понравилось я думаю что это тот же вариант как вот немцы в самолете там они сражались за родину то есть кто-то сидит там какой-то весельчак тролль который им троллит вот он затронул что у ветерана была фамилия липовый и вот все с липовым ветераном с этим фотографировались мне очень понравился в москве бессмертным полку с таким же вот напечатанным ветераном шли с фотографией молодого гитлер да да был такое дело и вот говорят сейчас говорят что нет это в общем-то троллинг какой-то что это не так я думаю что все так а вообще интересный вопрос если исключить из вот этого шоу составляющую всяких поклонских с иконами всяких путиных флагов единой россии убрать вот эту обязаловку там заводов пароходов и так далее то сама тем это она же нормальная и же можно в дальнейшем обычная тема конечно люди которые но я говорю я по-другому своих родственников кто-то если у кого-то есть желание тоже нормальный вполне то есть каждый тут сам решает как он это делать и это праздник и в праздник я думаю что какие-то рамки ставить кого-то куда-то затягивать что ты вот так должен или там иначе не надо ни в коем случае ну что я знаю точно что на это не надо никакого финансирования люди должны и должна быть самодеятельность либо люди сами делают либо они сами это не делают и все и 100 человек которые пришли добровольно они стоят намного больше чем 100 тысяч которые пришли там за зачеты за зарплаты или там из-под палки но для реального патриотизма да конечно пишут до чтобы произошла революция в россии поддержка путина должна быть меньше 30 процентов и януковича была 15 я думаю что у путина гораздо меньше поддержка это во первых во вторых вы же понимаете что даже если у путина будет поддержка 80 процентов даже если предположим 80 процентов для нас это то же самое что 30 нам какая разница нам самое главное чтобы большая часть пассионариев россии была против путина и желала это изменить немедленно потому что революцию вообще любой вещь такого порядка делаешь все вы думаете все население должно выйти все там к в едином порыве да нам пофиг вообще чего они думают мы выйдем и все сделаем для этого нам немного народно вот если сто сорок семь они пишут миллионов человек нам чуть для этого надо 70 процентов что ли вывести но вы прикалываетесь 5 миллионов если человек будет это девать некуда поверьте просто девать некому 5 миллионов человек но эти люди должны быть сосредоточены в определенных местах вот вы посмотрите но там на этом хованском кладбище все случилось ну там засунули язык в жопу стояли смотрели как там все это происходит никто не дергался никакая нацгвардия а представляете если такие хованские кладбища тут будут везде и чё это нацгвардия где во-первых они наберут ее чтобы везде заткнуть все эти дыры вот да вот вот очаг вот туда они могут всех согнать в одно место вот второй очаг вот третий вот восьмой вот девятнадцатый где они людей возьмут и когда появляются они начнут эти очаги к расти как грибы то все эти нас гвардейцы они штык воткнут в землю скажут я лучше домой пойду семьей побуду чем не здесь-то делать здесь все здесь жопу фидель каста в своих воспоминаниях писал о том что вначале у него был 83 кажется человека но ему бы хватило и 12 у нее был 12 грант-ма высадилась 12 человек 12 апостолов но да это легко прочитать в дневниках не диване что это не рассказывала дома 12 апостолов на самом деле их не был 12 был 20 но но как бы это легенда такая революционная говорит что их было 12 на яхте бабушка вот такая бабушка приедет и сюда тоже не волнуйтесь вообще многим советую почитать дневники че гевара именно дневники это кстати очень легко найти они продаются в книжных магазинах там описывается о том как в общем то люди вот так вот очень легко и просто грубо говоря путешествовали по кубе из создали революцию между делом скажем так спасибо я просто загулял подписывайтесь на значит волну перемен на сайт волна перемен для того чтобы проголосовать 28 29 за меня потом вот про видео про это там на видео да да друзья у нас же очень важная новость моя как-то совсем забыли в конец поставили нас очень часто спрашивали мы сегодня наконец-то это выяснили завтра еще расскажем и будем говорить до конца значит на сайте волна перемен значит вот это окошечко где надо голосовать опять же голосовать 28 и 29 там можно выбрать несколько кандидатов и нас спрашивали там обязательно выбирать все количество там 10 по моему кандидатов обязательно голосовать им не лучше вообще за одного вот мы сегодня выяснили что оказывается действительно можно проголосовать только за одного за двоих за троих то есть естественно мы вас призываем голосовать только за вячеслава мальцева чтобы не размывать да 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 не потому что мы там против кого-то там есть может быть другие уважаемые люди но мы не хотим чтобы на наших плечах поднимались какие-то другие люди но это просто банально несправедливо и нечестно потому что ну в общем то нам никто так активно не помогает скажем тогда и как мы не видим причин помогать кому-то другому поэтому вас призываем голосовать за вячеслава мальцева там можно будет проголосовать за одного кандидата но общем-то кандидат вам известен спасибо большое значит что вы нас смотрите до новой исторической эпохи осталось 535 дней и подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на наш запасной канал и обратите внимание что реквизиты у нас там поменялись спасибо до свидания до свидания